Серьезных, существенных каких-то изменений не произошло. Думаю, что не произошло изменений и в сочетаниях троих нападающих, пар защитников, поскольку у питерских армейцев устоявшийся абсолютно состав. Вот уже много игр, как он в принципе не меняется, не меняется тройки нападения. Что касается Спартака, это 1-0. Это Рыбин. Это Рыбин. Уже на первой минуте открывает счет в сегодняшней встрече, отправляя шайбу в ворота своего родного клуба. Рыбин, давайте еще раз посмотрим, как это произошло. Звено Рыбин, Горвяков и Сопрыкин было на площадке. Хорошую передачу получает от Горовякова, нападающий питерских армейцев, 39-й номер. Очень техничная, великолепная передача. Подброс через клюшку соперника. Континентальная хоккейная лига. Не очень охотно Кузьмин идет в борьбу за шайбу. Дал возможность сопернику спокойно, легко шайбой завладеть. Опасно бросок к воротам в исполнении Бута. И Кочнев выручает свою команду. Молодец Кочнев, Родивоевич. Вы знаете, острые моменты сейчас стали возникать в последние минуты 3, наверное, игрового времени. Около ворот Спартака. И в поте лица трудится галкипер Спартаковского клуба. Выход 1 на 1. Ружечка и 1 на 1. 1 на 1. Великолепная передача. Великолепная контратака. Просто великолепная. Но это фанаты Спартака. Болельщики, будем говорить, Спартака. Их достаточно много. Ружечка. К нему серьезные претензии со стороны Милоша Ржиги. Ах, какая прекрасная передача. И как-то прозевали защитники. По-моему, один из них пошел меняться. Что касается Зюзина. Вроде он не был виноват. Он был ближе к шайбе. Около зоны Спартака. И его должны были страховать, а не он. Похоже на то, что на пересменке защитников попались армейцы. Сейчас, вот когда пропускали эту шайбу. Континентальная хоккейная лига. Не долетает. Ну, видите, какие резервы у нас. Зубов не попал в орбиту олимпийской сборной. Зюзин не попал в орбиту. Зюзин, кстати говоря, очень неплохо выглядит. Ну, потребовалось долительное время для того, чтобы акклиматизироваться в нашем хоккее. После пребывания в национальной хоккейной лиге. Лет 10, наверное, он там отыграл. Так что не все так просто складывалось у Андрея. Ну, сейчас не знаю, как другие. Не хочу что-либо плохого говорить о других. Кто наблюдает за Зюзином, я считаю, что вполне на месте. Очень прилично выглядит в этом сезоне. Не собираюсь рекомендовать Быкову и Захаркину кого-то. Ну, вот. Это Чаянок. После великолепной передачи с Зубовым. Чистное преимущество реализовано. И доказывает лишний раз свое первое место по этому показателю в лиге армейская команда. Чаянок 2-1. Посмотрите. Ну, я уже говорил по поводу эмоций. Вот так вот мы... Я имею в виду Спартак. Разбрасывается. И в результате самое опасное пространство перед воротами не было никем прикрыто. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОКЕЙНОЯ ЛИГА КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОКЕЙНОЯ ЛИГА Наблюдать за тем, что происходит на поле, стоя за спиной своих игроков. И так без эмоций наблюдаешь, как будут развиваться события. Родивоевич. РУЖИЧКА Ну, через защитников надо поработать в этом. 2-2. Да, 2-2. Это Родивоевич. И в четвером еще Спартак будет играть довольно долго против питерских армейцев. Удалось Спартаку реализовать численные преимущества. Ну, Шайби сейчас, в принципе, деться некуда был. Вот после броска Баранки не успевает переместиться по-настоящему в другой угол Максим Соколов. Хотя все для этого сделал. Все абсолютно. И несчастье, что Шайба попала в него и отскочила в сетку. Обвинить не в чем абсолютно вратаря хозяев поля. 2-2. Ах, какой интересный манч. И как неожиданно совершенно события развиваются в связи с удалением до конца игры Максима Рыбина. Континентальная хоккейная лига. Огоровяков. Кузьмин. Ну, рискует Кузьмин. Надо сыграть на партнера. Это счетов. Спартак делает смену, очевидно, поскольку защитник Спартака не торопится. Ливандовский. Мощный такой скоростной форвард. И у меня иногда складывается впечатление, что он вообще не устает. Бросок к воротам. И Спартак, вы знаете, это обшук. Спартак во второй раз в Питере выигрывает в овертайме. Удивительное, удивительное просто повторение истории. Но, тем не менее, это произошло. Вы видите болельщиков Спартака. Вся команда высыпала на поле. Спартак в овертайме одерживает победу. Ну, обратите внимание, еще один бок, какой мощный бросок. И я обвините опять Максима Соколова не могу. К тому же, еще и партнер Соколова по обороне, защитник, падал по эту шайбу. И на какой-то момент, очевидно, закрыл видимость своему вратарю. Ну, что же, интереснейший матч. Все мы видели. Заброшенные шайбы. Массу удалений. Великолепная игра вратарей и того, и другого. Но кто-то должен был победить. Победил, в конце концов, Спартак. Но и хорош был хозяин поля. Питерский армейцев. На этом мы с вами заканчиваем наш... Не с вами. Я заканчиваю наш репортаж. Спасибо вам за внимание. Ваш комментатор сегодня был Борис Майоров. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok